С 1 февраля в московских школах введен проект, который позволяет детям максимально подготовиться к сдаче экзамена, отрепетировать многие задания, разобрать темы, которые, возможно, требуют подготовки дополнительной. По основным предметам должна была закончиться учебная программа, чтобы можно было освободить урочное время для дополнительных занятий по профильным предметам. Методический центр разработал календарно-тематическое планирование, которое предполагает, чем надо заниматься по отдельным предметам. У меня по истории, например, есть прям отдельно, сегодня вы занимаетесь датами, завтра вы занимаетесь терминами. Сами занятия во многом проходят именно на то, чтобы научить детей правильно работать с заданиями, потому что периодически они невнимательно их читают, и это отработка знаний. Все группы поделены по уровню успеваемости по предметам. Есть группы, где у детей выше 70% мужа прогнозируем их результат, и есть те, кто выбрал предмет и, возможно, определился в последнюю минуту. Это тоже большой плюс, потому что иногда трудно работать с разноуровневыми группами. Это повысило мотивацию, это намного увеличило даже включенность ребенка в сам предмет. Мне очень импонирует то, что у ребенка эргономично расходуется его учебное время. Понимаете, до этого момента ребенок очень долго находился в школе, он должен был учить предметы общего цикла, и получается, что он у нас с вами в школе находится, ну, как минимум, наверное, до половины пятого точно, и после этого у него начинаются дополнительные кружки секций подготовки к игре. Ребенок работает с утра до вечера, будние дни, потом еще некоторые курсы, даже вузовские, они организованы по выходным, и получается, что у ребенка нет периода рекреации. Эти, как бы, дополнительные часы, они из вариативной части переносятся в основную часть учебного плана. К концу учебного дня у него есть время для рекреации, то есть это лучший баланс времени труда и отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok